В самом начале урока агитбригада задает тему, что нас окружает в быту и чего нельзя выбрасывать, чтобы это не аукнулось нам же через поколение и не испортило нашу жизнь. Ведь те же любимые игрушки не должны попасть на свалку, да и многое другое тоже. Это тема для серьезного разговора. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну как вам, понравился вот такой необычный, но очень интересный урок? Лично мне очень. А вам? Да! Сколько мы сегодня нового и интересного узнали? Поговорить есть о чем. Уж дети-то отлично знают, что и как в их квартирах хранится или выбрасывается. Они не только слышали, что такое раздельный сбор мусора, но и хотели бы, чтобы все было правильно. Каждый предмет находил свое место. Хотя это для многих первый экологический урок. Обсуждаем про акции, про крышечки и про батарейки. Я буду собрать вещи, которые, если их выбрасывать, будут вредить природе. Ну что ж, это уже не игрушки. Это осознанные решения. Я увидел то, что очень много детей участвует в сборе батареек, в сборе крышечек. Почти все, кто здесь находится, все так или иначе задействованы во всех экологических акциях. И здесь вот есть хорошее экологическое звено, которое участвует в экологической жизни городского округа. Действительно, экологических проектов в нашем округе много. К примеру, член общественной палаты Татьяна Филина инициирует масштабный проект «Умного дома», где все жильцы включаются в раздельный сбор мусора по многим видам. Это дает хороший эффект, новый уровень быта. И, конечно, в этом участвуют дети. От них очень многое зависит, как они будут впитывать эту информацию. И все-таки это наше поколение, на котором мы, взрослые, рассчитываем. Им интересно это. И это самое главное. У них уже формируется с первого класса правильный подход к экологии. Им еще многое предстоит узнать, понять и запомнить эти уроки экологии. Это их и наше будущее. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.